здорово парень где это мы вообще ну это ж явно не якорь это вообще подвал какой-то ну как бы и выхода особо нету да ну наверное потому что самоизоляция и все такое и что делать ну сами понимаете если я не в мастерской я не могу вам показывать веселые железячки потому что нечем чем но могу вам показывать видос про всякие там маски и прочую веселую требуху про которую некоторые люди у меня спрашивали и в комментах в жжшечке и там пользуясь всяким телеграммом вот этими вот средствами новомодными взаимосвязи что и несу вам погнали короче про маски сварочная маска но сами понимаете что вообще в мире существует их огромное количество начиная с вот этих вот картонных копий деревянного макета которые знаете так вот на палочке держишь перед чичлом и там мокрым электроном куда-то тыкаешь и заканчивая соответственно неистово дорогими всякими там но за несколько тысяч долларов соединенных штатов америки не все они одинаково полезны не все они одинаково выполняют свою основную функцию защиту органов зрения давайте вкратце прикинем что же именно должно быть в хорошей маски окей перед вами моя основная сварочная маска 3м speedglass 9100 x x потому что у нее число увеличены что в этой маске хорошо и вообще на что стоит обратить внимание при выборе и приобретении маски перво-наперво размеры окна окно это важно больше окно лучше видно второе количество фотоэлементов у этой маски их три раз два три этим пальцем удобно показывать три штуки сейчас у современных масок бывает и четыре свет фотоэлемента и по моему даже шесть у какой-то я встречал но это маски из серии назовем их так ашан маска то есть ценником в районе там трех четырех пяти тысяч рублей я прекрасно понимаю что большинству граждан которые занимаются сварками там на даче у себя в гараже ну им просто нафиг не нужно что-то более лучше тем не менее большее количество фотоэлементов совершенно не обозначает что маска работает лучше основной момент это не количество этих фотоэлементов а время их срабатывания у маски speedglass которую я вам только что продемонстрировал время срабатывания 1 30000 секунды это быстро парни это очень быстро у тех масок которые продаются в магазинах в обычных магазинах скажем так в том числе и сварочных время срабатывания порядка одной десятитысячной секунды то бишь в три раза медленнее с одной стороны вроде как это не очень важно да ну это десятитысячные секунды но вообще заметно то есть когда сравниваешь одну и другую маску вот прям вот так вот это бросается в глаза очень заметно следующий момент на который я полагаю стоит обратить внимание это диапазон затемнения маски вот эти вот циферки от 5 до 13 что обозначает но вообще есть какой-то там немецкий индустриальный стандарт дим чего-то там который точно расписывает характеристики и степени этого затемнения но так для нас по простому для гаражных морлоков стоит иметь в виду следующее значит 5-9 это затемнение удобное для сварки аргонно-дуговой сваркой или тиг или аргоном соответственно 9-13 удобно для полуавтомата и соответственно сварка покрытым электроном она же мма она же палочками довольно важным на мой взгляд опять же аспектом при выборе маски является ее цветопередача но это только кажется на первый взгляд что какая разница ты все равно там что-то варишь там вообще ничего не видно на самом деле нифига все там хорошо видно и самая главная цветопередача особенно ну не true view конечно но примерно что-то такое которое есть в дорогих масках помогает при прицеливании то есть до того как ты начал варить и все в огне и все такое вот до этого тебе надо соответственно прицелиться куда что будешь тыкать электродом или там соплом горелки вот когда у тебя соответственно все хорошо видно это божественно далее у этой маски еще довольно неплохие боковые окна то есть это только кажется что они черненькие на самом деле там что-то видно видно нет наверное видно в общем эти боковые окна они также довольно неплохие в том случае если ты работаешь на там где-то в дикой природе занимаешься отгонным кочевым сварочным ремеслом теперь давайте поговорим о настройках сварочной маски я расскажу по своей в принципе они все одинаково настраиваются значит включается такая электронная маска либо сама при первых всполоках дуги либо соответственно по нажатию на кнопочку он нажал она промигала показалось что последний раз я варил полуавтоматом соответственно уставка стоит 11 внутри группы можно переключать короткими нажатиями на эту же клавишу либо если нажать и удержать она переходит в режим аргонно-дуговой сварки скажем так ну и так же переключается внутри этого режима далее клавиши sense и delay ну соответственно delay это длительность работы светофильтра после того как пропала дуга sense это чувствительность светофильтра которая касаю которая как раз настраивает фотоэлементы на лицевой панели далее очень важным является настройка стопоров отбоев и всего такое то есть закручиваешь с другой стороны вот с этой стороны закручиваешь она соответственно более туго начинает закрываться откручиваешь более легко ну и оголовье понятно что тоже тут все настраиваемое для чего этот отбой все очень просто то есть когда у тебя обе руки чем-то заняты не так вот как у меня сейчас по нормальному условно говоря в правой руке горелка в левой руке пруток присадки соответственно как закрыть то вот так делают абсолютно все сварщики и именно вот этот вот как бы это сказать то тугость с которой она срабатывает настраивается ну у меня здесь а на других масках как-то по-другому наверное разумеется у самозатемняек внутри есть аккумулятор сменные либо встроенные вообще в принципе при работе если вы обратите внимание у всех самозатемняек есть этот самый солнечный элемент или как его правильно называть то который как раз таки от сварочной дуги как бы подзаряжает эти свои встроенные аккумуляторы однако если маска долго валялась на даче где-нибудь в холодном чулане то скорее всего она разрядится в этом случае надо соответственно либо вынести ее на улицу именно на улицу а не просто под лампу дневного света дать ей полежать где-нибудь на подоконнике ну и вообще в принципе хранить достаточно такую годную вещь в холодном сарае не очень хорошая идея короче вынести на подоконник дать ей полежать подышать свежим воздухом подзарядиться от солнышка либо соответственно заменить батарейки конкретно вот эта вот маска ну в зависимости от исполнения как я уже говорил у меня установлено окно среднего формата есть поменьше есть еще побольше маска в таком исполнении стоит порядка тысячи долларов дорого или дешево ну тут каждый сам для себя наверно решает поскольку я варил довольно много ну я считаю что я заработал ее если вы полагаете что это дофига дорого давайте посмотрим на следующий экземпляр вот следующий экземпляр старший братик вот этой вот штуки принципе все тоже самое но здесь есть капюшон здесь есть откидное щечло для того чтобы не снимать ее пока занимаешься зачистными работами и самое главное здесь есть вот такой вот шланг который свою очередь подключается вот к такой вот байде сейчас соберу в кучку это фильтра вентиляционная установка в общем-то отсюда воздушок дует с тремя скоростями с тремя скоростями дует воздушок соответственно сюда включается шланг но мне опять же неудобно одной рукой делать вот сюда включается другой стороной шланг втыкается в маску фильтр устроен примерно следующим образом здесь улитка которая собственно идует воздух хепа фильтр точнее сначала идет стальная мембранка там внутри потом идет хепа фильтр обратите внимание какой он уже из говняканый то есть вот это вот все могло бы быть у меня внутри но осталось снаружи и потом дальше идет обычный воздуха ну примерно как в автомобилях опять же обратите внимание видите здесь беленькая а здесь все какое у говняканая это то что могло бы быть в легких но осталось здесь все настройки включение обслуживание и все такое абсолютно идентичны вот этой вот маски но они как бы полностью взаимозаменяемый то есть по большому счету можно всю начинку из этой переставить внутрь этой головы но за исключением конечно же флипа то есть вот это откидной части в остальном полностью идентичны у них даже светофильтры взаимозаменяемые кстати денег не хватило немножко поэтому здесь светофильтров все-таки маленького размера относительно вот этой видно да но в принципе вот этот вот комплект полностью с дыхальником маской батарейкой и сумкой стоит в россии порядка трех тысяч долларов опять же много или мало каждый судит сам но я вот вам только что показал что было там внутри ну как бы полагаю что вполне себе достойное вложение денег в качестве небольшого бонуса давайте посмотрим на вот эту вот штуковину это также 3м versaflo m300 это каска маска то есть у нее твердая скорлупа сверху соответственно защитные лямки внутри такой же вот герметизирующий капюшон стекло у нее какое-то очень сильно стойкая к соответственно летящим частицам такая довольно годная штука и я ищу совершенство вот этими вот наушниками то есть принципе теоретически к ней какие-то тоже идут в комплекте но найти именно для нее у меня не получилось поэтому купил просто самые обычные тремовские ну и соответственно приколхозил их вот таким вот образом вот через проставочки классная очень вот это вот каска маска ее так называем особенно она меня очень радует когда приходится зачищать какой-то там ржавый металл что-то в таком духе многое обдирать либо работать химией к ней также подключается вот этот фильтровентиляционная установка которая вот я показывал в предыдущей маске таким образом получается что все дыхание происходит более менее чистым воздухом это ценно ну что еще сказать наверное а нет не все нифига давайте подведем итог это я как бы хвастался да давайте подведем итог чем нужно руководствоваться при выборе маски первое это соответственно скорость срабатывания 1 10000 секунды это норм 1 30000 секунды а есть кстати маски в у них 1 20 или 25 тысячные секунды вполне достойный результат я считаю причем стоят они что-то в районе 100 баксов стоили ну сейчас с учетом курса и прочей там самоизоляции честно говоря даже не знаю но вполне достойная маска кстати да так вот значит первое это скорость срабатывания второе это диапазон регулировки то есть если 513 very good 913 нормально для тех пацанов которые не варят аргону дуговой сваркой и третий момент это репза вот прям не стесняйтесь в магазине пытаться напялить ее на щечло и проверить как она будет именно у вас на головушке сидеть ну вот действительно некоторые маски не бывает там приехал кому-то в гости о тыж сварщик давай вот у нас тут вот сделай надеваешь чужую маску и неудобно она вообще не про то в общем попробуйте найти именно то что будет удобно именно вам ну теперь уже точно все все хорошего пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok